Всем привет! Вы на канале Dasha Models и сегодня мы будем строить вот этот внедорожный пожарный автомобиль. Это довольно харизматичная машина и давайте приступать. И начнем мы с небольшого обзора коробочки. И обратите внимание, что эта модель довольно долго полежала где-то в закромах и она приобрела характерный оттенок. В данный момент такую модель довольно сложно купить. Она выходила, наверное, года два назад в ОВД, а может быть даже и больше. И весь тираж раскупили, как всегда, буквально в первую неделю его выхода. И мне этот набор тогда не достался и я в данный момент приобрела его с рук. Поэтому у меня коробочка такая довольно пожившая. В сути, от этого не меняется, набор внутри отличный. Ну а больше контента обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Ссылочка будет в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня через функцию спонсорства на ютюбе, а также в донатах в ВК и на Boosty. А также на этом буксарте присутствует небольшая пасхалка в виде вот этого персонажа. Если вы угадали, кто это, то напишите об этом в комментариях. И вам небольшая подсказочка в виде вот этих молний. А на обратной стороне у нас другие варианты пожарных машин, а также КамАЗы. И многие из них у меня есть в коллекции. Давайте приступать к сборке. А купить много разных моделей пожарной техники вы можете в магазине Модельная Лавка. Например, мне приглянулся этот огромный пожарный аэродромный автомобиль. И я планирую скоро приступить к его постройке. И обратите внимание, что при покупке любой модели от АВД баночкой краски от Мачете вам будет стоить всего 1 рубль. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А в начале своей работы над Уралом я сделала несколько простых подборок и загрунтовала их аэрозольным грунтом от фирмы Звезда. И как показывает практика, если хотите добиться интересного глянцевого эффекта, то лучше всего в начале работ применить аэрозольный грунт от Звезды. Правда, у него очень большой расход. И в какой-то момент его было очень сложно купить. Видимо, многие последовали моей рекомендации. А дальше начались мои эксперименты с красками от Мачете. Это пожарный автомобиль, и его надо красить по ГОСТу. А стандарт предполагает белые полосы на красном основном цвете. И начну я работать от обратного. То есть я вначале подготовлю поверхность для белых полос. Потом закрою нужные места модельным скотчем, а потом уже покрашу модель в красный цвет. Белый цвет у краски любого типа очень довольно сложная субстанция. Так произошло и с красками от Мачете. Мне очень сложно далась нужная консистенция краски для аэрографа. Но об этом я подробнее расскажу чуточку позже. А после того, как краска высохла, а спиртовой акрил, мне кажется, сохнет немного дольше водного, я начинаю заниматься довольно сложной и кропотливой работой. Маскировать белые полосы. И благо, у пожарных машин есть стандарты окраски, благодаря которым я могу рассчитать ширину полос. А соблюсти точные размеры мне поможет коврик для моделизма, на котором есть отметки в миллиметрах. Что не так с красками от Мачете? Это русская томия или что это? Мачете либо косплеит томию, либо же просто перепак японцев. А по своим качествам, структуре, консистенции, запаху и вообще по субъективным ощущениям, это она и есть томия. Ну а что не так? Я не очень люблю краски от томии, на это есть несколько причин. И первое, что для аэрографа ее нужно разбавлять спиртом. А сам факт алхимии перед покраской мне не очень нравится. Но оговорюсь, что для некоторых цветов добиться нужной консистенции намного проще. Например, я очень долго пилась над нужной пропорцией для белого цвета. Собственно, вокруг окрасочного столика как раз следы этих моих мучений. А красный разбавить получилось довольно легко. Ну а в случае окраски водным акрилом от Jimscale или же Pacific 8-8, от меня требовалось бы только взболтать баночку, залить краску в аэрограф и сделать пшик-пшик, вот и все. А второй фактор – это баночка. У Томи очень удобна, она для работы кистью, а при заливании краски в аэрограф уже нет. И всегда одна капелька прольется мимо. Или же надо использовать пипетку, которую надо либо выкидывать, либо очистить. А в стеклянную баночку влезает всего 10 мл вместо 18 в случае с классическими акрилами. А еще мне понравился маркетинговый факап Костромичей. Они везде упорно пишут, что это водный акрил, но это, как мне кажется, не так, а я не химик. И они могли бы построить свой маркетинг на том, что это русская Томи. Ведь столько моделистов ждут красок аналогичных, но и дешевле Томи. Из плюсов – это отличная укрывистость даже для белого цвета. Очень приятный глянцевый блеск. Он идеально подойдет для моделей от АВТ. Оговорюсь, это мой первый опыт с этой краской и первые эмоции. Так что посмотрим, что будет дальше. Так что после окраски я буду следовать инструкции. Я помою руки и лицо. Ну а как я мою лицо, вы можете найти у меня на страничке на Boosty. Я, конечно же, шучу, но там много немножко другого контента обо мне. Мое чутье подсказывало мне, что это именно спиртовой акрил. И он аналог Томи или же самоатомии. Но знающие люди, многие из которых даже не держали ни одной баночки с краской в руках, спорили со мной. И вот момент истины свершился. Производитель все-таки подтвердил, что это спиртовой акрил. А после того, как все белые места были спрятаны, я окрашу модель в красный цвет. А победить красную краску оказалось легче в отличие от белой. И разбавить в правильной пропорции у меня получилось ее намного быстрее. У красного цвета от Мачете отличная укровистость и шикарный, адекватный для 43-го масштаба блеск. Ранее я загрунтовала настройку и сейчас покрашу в металлический цвет от Jamscale двери инструментальных ящиков. А также белым цветом я обозначу будущие полосы на задней части настройки. И немножко о самой краске. Палитру, скорее всего, делали специально для модели АТВТ. И на это как бы намекает и карусный цвет, а также черный для шасси глянцевый и шинный черный матовый. Но я пока успела попробовать огненно-красный, белый и черный. Эти три цвета имеют приятный глянцевый блеск, который как раз нужен для моделей грузовиков в 43-м масштабе. И в целом это то, что надо для пожарных машин. Водным акрилом такой блеск без лаков получить довольно сложно. А еще в патлитре есть светло-голубой цвет, который намекает на зиловские кабины. И надо будет его как-нибудь попробовать. По аналогии с кабиной я прячу окрашенные части с маскировочной лентой. И после того, как все, что нужно спрятано, я могу заняться окраской и настройкой в тот же красный цвет. В палитре есть два оттенка легендарного 4БО, и оба они глянцевые, что намекает на чисто автомобильное их использование. Так что классическую бронетехнику я все-таки рекомендую украсить обычным водным акрилом. А мачете отлично дружит с грунтом от звезды, которая распыляется из баллончиков. Краску для аэрографа надо разбавлять, зато почти не надо мучиться очистить аэрограф. И тут как бы выбор из двух стульев. В процессе работы над этой моделью мне стало интересно узнать, что такое автомобиль ПСА. То, что существуют пожарные цистерны с индексом АЦ, что расшифровывается как автоцистерна, знают многие. Например, у меня пару лет назад выходило видео с постройкой пожарной автоцистерны на шасси легендарного Лазил-131. И тогда называлась машина АЦ 40-131, что расшифровывается как автоцистерна емкостью 4000 литров на базе ЗИЛ-131. А мой сегодняшний подопытный это Урал ПСА 2.0. Настало время ручных работ и мне надо окрасить в черный цвет места для боевого расчета, а также руль и прочую мелочевку интерьера кабины. Также в ручную мне надо окрасить некоторые элементы ходовой части, например, двигатель окрасить в стальной цвет. А это не обычная автоцистерна, а пожарный спасательный автомобиль. То есть у него есть на борту и цистерна с водой, но она значительно меньше обычной пожарной автоцистерны. И также у Урала есть целый арсенал спасательного оборудования. То есть помимо стандартных задач для пожарного автомобиля, таких как доставка к месту пожара или чрезвычайной ситуации боевого пожарно-спасательного расчета, а также запаса огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения, специального оборудования и инструмента и средств радиосвязи и освещения, автомобиль предназначен для проведения аварийно-спасательных и специальных работ, таких как вскрытие и разборка строительных конструкций, проведение спасательных работ с высот, освобождение пострадавших из подзавалов и тому подобных работ. хромированным маркером я окрашу отражающие поверхности фар и обратите внимание что они находятся на бампере они возле крыльев кабины как это сделано например у армейских уралов и вот такой необычный пожарный автомобиль у меня в работе хоть и со смешным названием пса а теперь я займусь окраской светотехники например для того чтобы окрасить огни спецсигналов мне надо вначале в красный цвет обозначить кронштейны огней и кстати краски от мачете отлично ложатся и при помощи кисточки также я окрашу уплотнители на стеклах в черный цвет и окрашу огни автопоезда на крыше кабины хотя я честно не очень понимаю зачем они нужны пожарному автомобилю неужели бывают случаи когда есть необходимость прицеплять к пожарно-спасательному автомобилю прицеп а также я окрашу кота фото на бортах урала и поворотники на крыльях а за свою карьеру моделиста я успела построить не так много моделей пожарной техники зато на в моем послужном списке довольно разнообразная а начала я с пожарного уазика он конечно не должен непосредственно тушить пожар основное его применение это мобильный штаб который пожарные развертывают при работе при сложном возгорании когда нужно координировать работы нескольких расчетов и спустя некоторое время я сделала модель очень брутальной автоцистерны на базе зил-131 эта модель от редко из недавнего времени в наших местах фирма и 7 эта модель в 35 масштабе а спустя большой временной промежуток я занялась постройкой очень необычной пожарные автоцистерны на базе газ 53 и у нее нет двойной кабина зато у машины есть цистерна повышенной емкости а сразу после цистерны я занялась постройкой пожарной автолестницы на том же шоссе и модель получилась очень интересной и сложных постройки а вот сейчас я наконец взялась за постройку пожарного автомобиля на шасси могучего урала смывкой выделю рельеф автомобиля и начну с алюминиевых дверей инструментальных ящиков поскольку красная краска уже идет глянцевой это значит что смывка будет отлично растекаться на поверхности модели алюминиевых дверей многим переведу декаля на модели и вначале я нанесу эмблему мчс а потом номер части города откуда родом автомобиль и конечно же промаркирую сам пожарный урал соответствующей надписью и вот такая машина у меня получилось и она одновременно и брутальная и красивая и все таки яркий блестящий красный цвет придает элегантности любому брутальному образцу техники и надеюсь что моя стройка вам понравилась и вы что-то новенькое подчеркнули у меня на канале так что ставьте лайк и не забывайте подписываться а если вам нравится мое творчество то поддержать вы можете меня на моей страничке на пусть и ссылочка есть в описании увидимся в новом видео до новых встреч пока пока